Одним из важнейших постулатов в праве является принцип равенства перед судом. В социологии же права одной из важнейших тем является неравенство перед судом. История о том, как, почему и сколько разные приговоры люди получают за одно и то же преступление. Почему молодая, работающая, несудимая девушка получит за то же самое преступление, скорее всего, меньший срок, чем взрослый, судимый, неработающий мужчина. Эта история началась в 28 году с работы Торстейна Селлина о черных преступниках, в которой он показал, что сама структура судимости и главный характер приговоров в Соединенных Штатах сильно различается для белых и черных. Черных чаще судят, черным дают более тяжкие наказания и более длинные сроки. И с этого момента история про неравенство перед судом или судебные уклоны, sentencing disparity or judicial bias, постепенно разбивается. Сначала это, конечно же, как всегда на англоамериканском материале, расовая история, которая в какой-то степени актуальна и для России. Например, в России не гражданин, понятно, что чисто расовая история для России не настолько актуальна, скажем так. Не гражданин в России за то же самое преступление получит на 10 процентов более длительный срок, чем гражданин. Потом в 50-е, начале 60-х годов к этому добавляется история про гендерный уклон, почему мальчикам и девочкам дают разные сроки. На российском материале мы можем увидеть, что этот уклон тоже существует. В России, например, мужчина за то же самое преступление при прочих равных, то есть в том же регионе, за то же самое преступление, с теми же отягощающими обстоятельствами при прочих равных, типа возраст, образование и так далее, получает на 3 процента больший срок, чем женщина. Возраст также, как и во всем мире в России, влияет на увеличение срока. Напоминаю, при прочих равных. Здесь не работают такие объяснения, как то, что у более взрослого преступника больше шансов быть рецидивистом. Нет. Это при прочих равных. То есть рецидивисты отдельно, нерецидивисты отдельно и все остальные формальные показатели также контролируются. Так вот, плюс один год к возрасту увеличивает срок наказания за то же самое преступление на 0,2 процента. То есть 2 процента плюс каждое десятилетие. Пятидесятилетний подсудимый получит на 6 процентов большее наказание, чем двадцатилетний в среднем. Далее, как практически во всех количественных исследованиях всевозможных дискриминационных техник, мы обращаем внимание на социальный статус. В Америке это началось в 60-е годы. В России первое такое исследование начал в 2013 году Институт проблем правоприменения и в конце 2013-2014 году будут опубликованы основные результаты. Исследование опирается на уникальную базу данных, такой нет нигде в мире, полтора миллиона судебных решений, все судебные решения, вынесенные российскими судами в 2009 и первой половине 2010 года. Соответственно, когда мы смотрим на неравенство перед судом в зависимости от социального статуса в России, на первом этапе мы видим картинку, очень похожую на общемировую. Например, наличие прописки в регионе, в котором человека судят, снижает для него средний размер наказания на 4%. Наличие работы снижает размер наказания на 2,5%. Наличие судимости, не рецидива, который является формальным признаком, а судимости, увеличивает размер наказания на 6%. Казалось бы, цифры очень невелики. Ну что такое 6%, 2%, но нельзя забывать, что эти признаки, как правило, ходят, так сказать, вместе. То есть человек может оказаться безработным, без прописки, ранее судимым, пожилым, мальчиком, то бишь мужчиной. И в этой ситуации накопленный эффект может быть достаточно значимым. Пример, с которого мы начали, различие будет достигать 20-30%. То есть то, за что, ну давайте возьмем средний срок за убийство в России, 10 лет, то, за что девочка, молодая девушка, работающая, прописанная и так далее, получит 9 лет, за то же самое, абсолютно то же самое при прочих равных, безработный судимый мужчина в возрасте получит 12 лет. Должно ли так быть? Понятно, что, в общем, хочется пожалеть молодого человека, но устраивает ли нас такое равенство перед законом? Это большой вопрос. Перед тем, как разобраться с тем, почему и как это происходит, стоит сказать одну, один интересный факт. Дело в том, что по одному показателю Россия радикально отличается от всего остального мира. В России к людям с высшим образованием суды относятся в среднем строже. Наличие высшего образования увеличивает средний срок на 3%. Почему это происходит? Это тема отдельного разговора, о которой мы, может быть, когда-нибудь вернемся. Почему так происходит? Существует несколько объяснений. Первое, которое приводят юристы в споре с криминологами и социологами права, когда хотят доказать, что на самом деле все строго по закону и перед судом все равны. Это предположение о том, что на самом деле среднее преступление, совершаемое, например, безработным, оно чуть-чуть тяжелее. Не настолько, чтобы это было влияло на формальную квалификацию, но настолько, чтобы судья учел это при вынесении приговора. Ну, условно говоря, если речь идет о угрозе жизни, то юная барышня, с которой мы начали, угрожала жизни кого-либо с использованием, не знаю, небольшого ножа, а пожилой мужчина с использованием топора. И судья посчитал, что в общем угрозы имели немножко разный характер, и это должно отразиться на размере наказания. Однако существующие криминологические исследования и тесты этих гипотез это не подтверждают. Проще всего это делается на американском материале на наркотиках, когда мы видим размер, объем изъятого наркотика. Нет, это объяснение не работает. За одну и ту же массу наркотиков, а здесь мы имеем очень хороший критерий, люди получают разные сроки в зависимости от своих социальных характеристик. Второе объяснение тоже вполне себе легалистское. Во всяком случае, оно не вызывает большого раздражения у юристов. Это то, что судьи разные. Что получается так, что чуть более тяжелые преступления или чуть менее приятных подозреваемых в целом отдают тем судьям, которые в целом склонны к более суровым решениям. Разные судьи выносят разные приговоры. На российском материале, например, мы можем сказать, что мужчина-судья в среднем за то же самое преступление в том же регионе и так далее при прочих равных дает на 1,6% больший срок, чем судья женщина. Так вот, это разные судьи. Условно говоря, когда в руку председателю суда поступает дело на пожилого незарегистрированного пьющего и так далее мальчика, то бишь мужчины, он отдает это дело судье-мужчине, которое специализируется на, предположим, на том, что разбирает дела социальных низов, и этот судья выносит чуть более строгий приговор. И таким образом возникает вот это самое неравенство. Нет, потому что если мы сравним те страны, в которых существует система случайного распределения дел, где этот фактор не может срабатывать и где она отсутствует, как, например, в России, то мы увидим, что в тех странах, где дела распределяются случайно, эффекты также сохраняются. Более того, если не происходит изменения, когда изменяет система распределения дел. И, наконец, третье объяснение, радикально социологическое. Это история про то, что судьи точно так же, как и все остальные, находятся в плену некоторых представлений. Представление о том, что молодой человек, человек женщина, человек ранее не судимый мог просто ошибиться и наказывать его нужно чуть менее строго. А если вот этот вот непрописанный, неработающий еще и преступление совершил, то ему, конечно же, нужно дать по полной. Прямого противоречия закону, во всяком случае, российскому, здесь нет. Дело в том, что уголовный кодекс российский, наследуя это от советского, напрямую требует от судьи при назначении наказания учитывать личные характеристики обвиняема. То есть, судья может и должен по российскому закону по-разному относиться к разным людям. Соответственно, вопрос, на который мы должны ответить, установив исследовательский факт, то есть, мы знаем, что судьи по-разному относятся к разным людям. Более того, они гораздо строже относятся к тем, кому общество в целом относится хуже. Да, судьи, за исключением ситуации с высшим образованием, воспроизводят вполне себе понятный повседневный стереотип. Тогда возникает вопрос, должны ли мы дополнительно, посредством использования судейской декреции, дискреции, мы как общество, дискриминировать тех, кто и так дискриминировал. Должны ли мы давать дополнительные сроки, по большому счету, получается именно так, бомжам, простите за этот организм, безработным, мужчинам, судимым и так далее, должны ли мы дополнительно наказывать их за наличие у них некоторого статуса, который от них зависит или нет, но в любом случае не имеет никакого отношения к преступления. Это тот прагматический вопрос, который ставят социологи право, занимаясь изучением неравенства перед судом или социального неравенства в приговорах.